В арктической части Якутии найдено мамонтовое копье. Находка представляет из себя наконечник копья или дротика с двусторонними пазами из бивня мамонта. Изделие было найдено в 2016 году в Усть-Янском районе тундровой зоны бассейна реки Саалах. Всего же в музее мамонта описывается три равнотипных костяных наконечника. Подробности у Нергияны Егоровой. Копье очень хорошо сохранилось. Видно, что орудия шлифовали камнем и полировали шкурками. Характерна техника каменного века. Сечения линзовидные, пазы, проделанные по обеим кромкам, почти во всю длину обломка, довольно мелкие. Скорее, в них вкладывались каменные пластины. Предположительно, орудие было прямым. Длина мамонтового клинка составляет 36,5 сантиметров. Особенность нашего наконечника в том, что он очень хорошо сохранился. Все другие, которые в других регионах планеты найдены, сохранность их оставляет желать лучшего. Они фрагментированы, очень сильно раздроблены, собраны, можно сказать, по кусочкам. А у нас благодаря Мизлоте он сохранился, можно сказать, в первозданном состоянии, разве что вкладыши выпали. Копьё было найдено при размыве костей скелета взрослого мамонта среди ребер в одном слое, что на первый взгляд позволяет датировать его верхним палеолитом. Наконечник обнаружил копатель мамонта Семён Голиков. Как утверждают специалисты, причиной гибели мамонта послужил этот самый клинок. Вопрос о датировке пока остаётся открытым. Это достаточно долгий, трудоёмкий и дорогой процесс, итоги которого станут известны только через полгода. Чтобы их датировать, на самом деле надо привлекать в том числе и датировки из того слоя, в которых они были найдены. Датировка костей мамонта, среди которых был найден этот наконечник. И вот их обоюдная дата, которая получится, будет сопоставляться, и отсюда будут сделаны какие-то выводы о возрасте наконечника и так далее. В коллекции музея мамонта теперь уже три костяные наконечника. Это артефакты из рога-шерсистого носорога и бивня мамонта. И третья находка из Устьянского улуса – наконечник, копья или дротика с двусторонними пазами. Несомненно, экспонат ценный, хотя специалисты утверждают, что в этом нет никакой сенсации. Евгена Егорова, Владимир Павлов, Аннука Саха, Якутск.